О, она ебашит. Народ, башня мигает! Карамба ТВ представляет. Здорово, народ. Наверное, по заднему плану уже догадались, где я нахожусь. В общем, сейчас все будет статично, я не буду ходить, буду сидеть, будет сзади Эйфелева башня. Погнали. Пацаны, я здесь нарвался на старое видео, но от этого оно не стало менее смешным. В общем, зацените. Воу-воу-воу, чувак, полегче. Зубодробительное шоу. Даже мне не по себе стало. Ну, согласитесь, неплохой понт получился. Давайте еще раз посмотрим. Зачем он так близко к нему стоит? По правилам игры нельзя же так. Минимум 5 метров. И, походу, чувак в белом не стал дожидаться решения судьи. И сам его наказал. Но, согласитесь, он отважный пацан. И как настоящий защитник, не боится в случае чего в ебачь получить. А представляете, если бы в фастфудах так же еду выдавали? Здравствуйте, я хотел бы два двойных гамбургера, две картошки, соус кисло-сладкий и парочку рожков с мороженым. Остался только Биг Мак. Ну, хорошо, давайте Биг Мак. Ваш заказ. Вы не поверите. Но дальше этот чувак повторил свой трюк снова. И я тут подумал, что если объединить два броска, машину времени получится. Вот в будущем его вырубают мечом, который возвращает его обратно в прошлое, где чувак опять готовится к броску. И в этом прошлом он избегает столкновения с ним. Согласитесь, ему повезло. А если учесть все эти странные касания судьи, который в конце еще шлепок по попке отвесил, то у чувака определенно есть, что изменить в своем прошлом. Ребят, для некоторых аварии на дороге это праздник. Сюрприз! Мне сначала показалось, что здесь все подстроено. Ну, знаете эти шоу, где кого-нибудь жестко разводят, а потом выбегают друзья и пытаются успокоить разгневанного приятеля. По-моему, таким шоу не хватало закадрового смеха. Ну вот мне интересно, зачем ему два гелиевых шарика в багажнике? Это что, инструменты? Шариками же вроде нельзя тачку починить. Или это его баки с топливом? Чувак машину гелием заправляет и едет такой со звуком типа... Да нет! Больше похоже на то, что этот странный тип держит шарики в заложниках. Помогите, помогите, он держит нас в заложниках! Мне еще это очень сильно игру Марио Карт напоминает. Там есть, похоже, прикол батл на тачках с шариками. Вот, ребят, согласитесь, если бы все возили шарики в багажнике, то на дороге гораздо бы меньше драк было. Короче, врезали из тебя, ты такой выходишь из машины злой, типа сейчас пизды, да? А тут хуяк, сюрприз! И вроде уже не хочется бить того клоуна, который в тебя врезался. Всем интересно, как пахнет стрёмный запах. Лошади это тоже интересно. Что вообще ожидала эта кобыла от того, что дерьмо понюхает? Может, ей другие лошади посоветовали это сделать? Сказали, что это типа сахарок. Хм, так может, это лошадиная наркота какая-то? А этот решил первый раз дерьма въебать. Но дерьмо оказалось настолько мощным, что его от одного запаха перекрыло. Бедняга даже забором закусить пытается. Да, дерьмо что надо. Что за дерьмо? Ёп твою мать, какой же охуительный товар. Беру пару килограмм сразу. Больше всего доставляет его или ее дикий крик о помощи. Я всякий раз так же ору, когда приходится заходить в общественный туалет. Ребят, эпик! Железобетонная крутотень. Почему мы на уроках музыки изучали немцев на 300 лет старше нас? Ведь именно поэтому в нашем мире существует Стас Михайлов и самоубийство. Мне лично до конца хочется верить, что это у них выпускной экзамен такой. И что училка им отлично въебала. Потому что Тиллендаман ставит лайк. Лайк! Я уверен, что в какой-нибудь вселенной Рамштайн поет именно так. Мне как музыканту очень нравится, как у малых все устроено. Барабан у самой мелкой прикреплен к детскому столику. А сама она сидит на коленках на этом стуле. У клавишницы на футболке надпись «Надежды больше нет». И на стене висит сдутый шарик, как знак того, что это вам не я слеплять. Жаль, что им огненное шоу не разрешили устроить. Тиль Линдаман поширил бы видос тогда. Они втроем тянут всю команду «Рамштайн». Так что давайте заценим их до конца. Малыши, если вы меня смотрите, запилите слепноты, блин, кванэти ту... В общем, ставьте лайки и подписывайтесь на новые видео. Смотрите на Эйфелеву башню. Надеюсь, вам все понравилось. Короче, это был «Плюс 100500». Меня зовут Максим. Пока! Никогда не думал, что нам придется обзирать ролик с крушением самолета. К сожалению, подобный ролик стал велосным на этой неделе, и нам теперь придется поговорить об этом.